Игоря Дадона Игорь Дадона Спасибо, что все пришли, нашли время, потому что я знаю, что пора непростая, вы сейчас все сильно заняты, но я думаю, что нуждаются в прояснениях некоторые моменты, о которых мы сегодня будем говорить. Начну с простого вопроса, хотя ответ одного человека знаю уже точно. Насколько ваши прогнозы относительно этих выборов сбылись? Господин Чуря, до выборов я с ним общалась, он был ближе всех к истине, поэтому хвастайтесь. Нет, ну чего хвастаться, были прогнозы более удачные у меня, более сложные. Конечно, всегда приятно угадывать результаты, но должен вам сказать, что в моей практике были случаи, когда я не угадывал их, но я об этих случаях предпочитаю не говорить. Мы оценили вашу скромность, но теперь давайте говорить более предметно. То есть для вас не стало неожиданностью вот такой результат? Нет, ну по первому туру было видно, что задел хороший у Додона, то есть разница довольно-таки большая, хотя должен сказать, что моя Санду чуть ли не совершила чудо, почти чудо. Все-таки она набрала больше, намного больше, чем в первом туре и приблизилась к Додону, то есть она сократила это расстояние, эту разницу. И поэтому я немножко удивился, сразу же после первого тура я прочитал один политический комментарий Гущина, известного российского политолога в политкоме, и он там сказал и писал, что больше шансов у моей Санду. Я немножко удивился такому раскладу, такой постановке вопроса, но в принципе должен сказать, что все-таки моя Санду нашла ресурсы, моя Санду, команда, люди, которые рядом с ней, нашла ресурсы для того, чтобы дополнительно мобилизовать людей. И в этом смысле, конечно, все-таки интрига сохранилась, но приятно, что я довольно-таки нейтрально смотрел на эти выборы, но как бы собственное самолюбие не пострадало. Все-таки прогноз состоялся. Это важно. Господин Сусарь, вы не ожидали, тоже знаю почему, потому что вчера мы с вами говорили. Насчет чего? Насчет того, что у моей Санду проиграют выборы. Нет, я делал свой прогноз перед выборами, просто явка, которая вчера показала диаспора и определенные процессы, нам говорили о том, что мы имеем все шансы победить. И я бы хотел сказать, что президентские выборы тогда являются состоявшимися, когда их признает Конституционный суд. Поэтому я бы не торопился с утверждениями. И именно с этим его связана позиция нашей команды. Мы имеем определенные основания для сомнений в процессе. Очень много есть вопросов по голосованию Приднестровья на этих участках. Очень большие вопросы по диаспоре. Вот сейчас уже начинают приходить протоколы, которые уже в 10 населенных пунктах. Протокол не совпадает с той информацией, которую выдала Центральная избирательная комиссия. Поэтому, как говорится, еще не вечер. Давайте мы... Сейчас занимается команда, занимаются юристы обработкой информации. Есть аспект политический, есть аспект юридический. Но та явка, которая была вчера беспрецедентная, такого не было никогда, чтобы столько людей проголосновало в диаспоре. Это правда, если учесть, что во втором туре, как правило, меньше людей, да? Да, это где-то 140... Я даже последних цифр не видел. Я остановился где-то на 140 тысячах диаспора. Учитывая, что в первом туре было 67 тысяч. И вообще таких результатов диаспора никогда не показывала. Это дало мне основания полагать, что мы можем... Да, при том хандикапе, при той форе, что было в 10% после первого тура, что мы можем победить. И я еще остаюсь при своем мнении. Мы должны все проанализировать, просчитать. И после этого мы можем сделать окончательные выводы. Могу только добавить, что если бы не реальная помощь господина Плохотнюка, господину Додону, я думаю, результат был бы другой. Спасибо. Господин Шиповалов, для вас как результат? Неожиданный? Нет, для меня он вполне ожидаем. Мы же две недели тому назад обсуждали итоги первого тура. И тогда мы, по-моему, уже ясно-ясно сказали, что отрыв в 10% это фактически гарантия победы Игоря Николаевича Додона. Почему? Потому что у него оставался резерв, неиспользованные это голоса избирателей нашей партии, которые голосовали за Дмитрия Чубашенко. Это, естественно, большая часть коммунистов, которые бойкотировали в первом туре выборы. Но во втором туре появилась другая принципиальная позиция. Или-или. И я знаю, что очень многие люди вышли. Вот в моем ближайшем окружении, там 6 человек коммунистов, они все голосовали и в первом, и во втором туре. И вот такая вот ситуация. Меня, естественно, немного удивила ситуация с диаспорой. Я имею в виду это западные страны, Европа, вот такой массовый выход их на выборы. Но я это отношу за счет той истерии, которая появилась после первого тура голосования, что тут что-то сверхъестественное произойдет, если Игорь Дадон победит, что мы там с Европой разругаемся, визы у нас закончатся и так далее и тому подобное. Поэтому людей просто там подогрели в этом плане, может быть, можно объяснить вот таким вот образом. Хотя, опять-таки, вот у меня, я знаю, моя знакомая из Италии вот приезжала, она сказала, что их собирали, диаспору, еще за три недели до первого тура, и четко ясно сказали, еще за три недели до первого тура, еще лупу не снял свою кандидатуру, вы должны голосовать за Майю Санду. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что я говорю, потому что, если помните, при правительстве и Филата, и Лянг, и последующих, было создано специальное бюро по работе с диаспорой, которое работало параллельно с департаментом межнациональных отношений, но оно занималось именно только диаспорной западной. Ну, я от себя добавлю, что хорошо диаспора вышла не только в странах западной демократии, как у нас говорят, но хорошо диаспора вышла на этот раз и в России, потому что в первом туре мы знаем такого. Ну, опять-таки, не дали проголосовать. Ну, да, да, соглашусь. Целенаправленно. И об этом мы тоже будем говорить. Хорошо, я сейчас не ошибусь, если скажу, что люди, пожалуй, после оглашения результатов, очень быстро мы, в принципе, уже обработали 100% бюллетеней, мы примерно понимали, люди ждали, что будет дальше, как поведут себя оба кандидата. И что у нас появилось? Игорь Дадон еще ночью сделал заявление, он заявил, что он будет президентом всего народа. Он призвал Майю Санду встретиться, обговорить дальнейшее положение вещей, предложил сотрудничать. Все ждали, что скажет Майя Санду. Вот очень долго у нее не было никакой реакции. И вот, наконец-то, сегодня в 15 часов она вышла и обратилась к своим сторонникам. Вот как вы оцениваете ее заявление о том, что вот выбор она не признала, но мы будем обращаться в Конституционный суд? Почему обращаться в Конституционный суд, если Майя Санду до сих пор говорила о том, что Конституционный суд продажный, что он исполняет указы Плохотнюка, что она не доверяет этому учреждению? И тем не менее, вот такое вот заявление? Секундочку. У нас есть определенная процедура того, как утверждается выбор. Речь идет не о том, что мы специально сделаем заявление в Конституционный суд. Речь идет о том, что Конституционный суд должен утвердить эти выборы. И законодательство, избирательный кодекс четко предусматривает, что есть определенные случаи, когда Конституционный суд может не признать эти выборы, если был нарушен избирательный процесс или были нарушения в ходе голосования. И поэтому речь идет не о каком-то специальном обращении. Речь идет о том, что есть очень много контестаций, очень много обращений и жалоб со стороны диаспоры, со стороны избирателей в республике. Все это должно пройти судебные инстанции. И на основании всех законодательств говорит, что в течение 10 дней, с момента, как Центральная избирательная комиссия передает документы в Конституционный суд, но не ранее, чем будут закончены, опять же, все разбирательства судебные, Конституционный суд подтверждает или не подтверждает результаты президентских выборов. Поняла. Поэтому мы должны идти по этой процедуре. Захваченное государство, захваченная юстиция, но эта процедура есть. И у нас, еще раз говорю, уже есть основания для того, чтобы оспаривать результаты выборов. Идет этот процесс, считается сейчас, считается то, что было в Транснистре, считается, сколько в диаспоре, опять же, не проголосовало, было нарушено, выборы были организованы бестолково, и это признали даже члены Центральной избирательной комиссии. Поэтому не будем пока забегать вперед, идет работа. Мы не можем, к сожалению, обойти Конституционный суд. У нас нет других писателей. Я поняла. А вот я сейчас спрошу господина Чурю, прямо. Господин Чуря, как могла себе повести Майя Санду в этой ситуации? То есть, смотрите, некоторые говорили так, что человек мог бы выйти и сказать, выборы не признаю, все было, я прошу прощения, все сфальсифицировано, все плохо, уважаемые сторонники, выходим и начинаем добиваться правды. Человек выходит и говорит другие вещи. Он выходит и говорит, что я даже уважаю сторонников, тех, кто проголосовал за Игоря Дадона. Не самого Дадона, а тех людей, которые за него проголосовали. А потом говорит, что мы будем собирать вот эти жалобы. О чем это свидетельствует? Человек все-таки признал или не признал? Я думаю, что частично Майя Санду признает эти выборы. Я напомню, что она высказалась вот примерно так. Но эти выборы были выиграны господином Плохотнюком и как бы плохими людьми. То есть, она не согласна с результатами этими выборами, но частично их признает, потому что говорит уже о конце, о финале, о том, кто выиграл уже эти выборы. То есть, ну, она и не может полностью отказываться от тех результатов, потому что они очевидны. То, что она может делать, и в принципе, я думаю, она правильно делает, ее команда оспаривает, она может это делать. И всегда в нашем регионе не будет никогда полного признания выборов. Это элемент, я бы даже так сказал, вот таких сценарий. То есть, выборы в день выборов не оканчиваются. Выборы не заканчиваются в день, когда считаются голоса. Уже момент контестации, момент оспаривания выборов уже является частью самого электорального процесса. И оппозиция в нашем регионе, ну, оппозиция, те, кто проигрывает выборы, никогда не признают выборы и ищут, и часто и находят там всякие моменты связаны с моментами фальсификации. Ни разу в Центральной избирательной комиссии, как говорит, не были доказаны. Да, они не доказаны. Но каждый раз об этом мы говорим. Это элемент политического сценария, и он срабатывает. Иногда он даже приводит к оранжевым революциям, а иногда нет. Вот уже... Интересно, да, как у нас будет. Господин Шаповалов, вы что скажете? Знаете, я вам просто хочу заострить в отношении вас. Ну, давайте. Вот господин Слуцарь совершенно точно говорит о процедуре. Вы правы. Вы нам рассказали о всех инстанциях, которые, да, нужно пройти. Конституционный суд, который утверждает протокол ЦИКа, да? Но есть еще одна вещь. Это то, как ведут себя политические лидеры. Вот как они себя в день после голосования ведут. То есть поздравляют, не поздравляют, признают, не признают. Помните, когда Тимофти за него проголосовали, все ожидали. Коммунисты говорили, мы не признаем выборы. А все говорили, а вот интересно, как поведет себя Путин. Или Медведев тогда еще был. Я вот сейчас уже... По-моему, Медведев все-таки тогда был. Поздравить, не поздравить. Тогда я точно помню, что российский президент поздравил. И это было знаком. На сегодняшний день что мы имеем? Мы имеем поздравления от господина Путина. Мы имеем реакцию от президента Румынии, господина Йоханниса, который призвал президента соблюдать европейский курс. И у нас есть реакция господина Порошенко, который тоже сказал, нет там никаких таких ужасов, Крым как бы не напомнил, но вот это все есть. Как вы это прокомментируете? Нет, господин Шипова. Да, все-таки я это прокомментирую следующим образом. Это элемент политического бескультуры. К сожалению, Майя Санду в Соединенных Штатах Америки работала, но, наверное, принципы демократии как таковой она не совсем, наверное, поняла и не использует на практике. Посмотрите, выборы, буквально все на неделе проходило. Трамп Клинтон, да. Клинтон признала через полтора часа, когда уже... Ну, не через полтора, но позвонила. Ну, позвонила. Это элемент того, что да, вот есть выборы, и все четко, и все понятно. Посмотрите, Болгария победил Радев, лидер болгарской оппозиции. И что происходит? Премьер-министр страны впадает в отставку вместе с правительством, потому что проиграл кандидат и в партии президентские выборы. Но это достойное уважение. Вот он, европейский подход и уважение партнеров, и уважение закона, который есть у тебя в стране. А у нас это вот такая общая практика, как выборы проходят. Все начинают говорить о каких-то фальсификациях друг к другу и так далее. Помните 7 апреля 2009 года? Начало все из-за фальсификации выборов. Кто-то мне может сегодня назвать хоть один судебный процесс, еще какой-то момент, кого-то посадили, кого-то наказали. Была это фальсификация или нет? Но разгромили парламент, разгромили президентатуру. 7 лет и в результате пришла власть совершенно не меняет. Есть нюанс, я позволю себе напомнить вам об этом нюансе. Тогда, знаете, как вы говорили, как революции эти все организовываются, это тогда, когда власть обвиняют. Да. Да, именно власть. Вот я хочу об этом как раз сказать. Людмила, вот посмотрите, вот сегодня там якобы сторонники Майи и Санду, ее само почему-то не было. Мы не можем пока об этом говорить, потому что это... Ну вот вы же, не якобы, не сторонники. Ну да, я поэтому, видите, я призвала пока говорить то, о чем мы точно знаем. Вы же, а зачем? Ведь выборы выиграл лидер оппозиции, левый. Если Майя Санду себя считает лидером правой оппозиции, ну так подожди, ну если выиграл оппозиционер, у вас много общего было, вы критиковали якобы этот режим, ну так почему? Поддержи, скажи, да, вот так получилось, проиграла честно. 4% это внушительный результат. Довольно-таки это не 100 голосов туда или сюда. И еще один момент. Ну все наблюдатели признали корректность выборов. А мы спросим сейчас господина Слуцаря. Ну так уже были все заявления. ОБСЕшники, я зачитаю их реакцию? Да, конечно. Или вы согласитесь с тем, что они выборы признали в соответствии с международными стандартами? То есть все обычно смотрят, да, как отреагируют именно представители ОТОБСЕ. Это часть негативации. Абсолютно точно. Это часть. Да, да. Я опять же... То есть для вас, по секундочку, я задам вопрос правильно. Для вас вот это важные сигналы, реакция мировых лидеров, реакция наблюдателей ОТОБСЕ, да. То есть я не говорю уже там о том, что у нас в стране поздравили обоих кандидатов. Почему-то у нас поздравили спикер и премьер. У нас тоже новая традиция, знаете. Вот. Это не аргументы? Мы так любим в маленькой стране все время смотреть, как реагируют международные лидеры, международные организации. Свои слушатели, мы особенно любим, когда это в Европе происходит. Нет, я люблю, что все-таки мы всегда говорим про то, что мы рука Москвы, рука Вашингтона. Но очень интересно сейчас, когда происходит. Вот видите, все международные организации признали. У нас есть наш народ. У нас есть наша ситуация, которая есть. Давайте разберемся в этой ситуации. Давайте разберемся, как в первом туре 7 тысяч проголосовали на Приднестровских участках. И как в втором туре их проголосовало более 20 тысяч. Давайте разберемся, почему в диаспоре несколько участков не было. А как в Европе проголосовало 65 тысяч, а потом 140 тысяч. Они пришли. Давайте. Вот промолек, подождите. Я вас не перебивал. Давайте так. Промолек сегодня выступил и рассказал очень много случаев про организованный подвоз избирателей. В Европе люди мобилизовались сами. Сами проезжали, сами шли на участки, сами стояли в очереди. То, что было в резине, то, что было в ремнице. А подвоз не запрещен в законе. Подождите. Организованный подвоз. Он не запрещен в законе. По 100 приднестровских рублей, выдаваемых на каждого человека. У вас есть факты, документы. Я вам про что говорю. Мы спешим с результатами. Я сейчас вас прерву и хочу поговорить с господом Чурик. Почему мы об этом говорим вообще, когда у нас Румыния за свой счет людей возила? Да, вмешательство единостанового государства. Я прошу прощения. Я говорю с господом Чурикой. Все-таки я могу понять дискуссию по поводу диаспоры. Я могу понять и недовольствие. Конечно, оппозиция должна показывать. Кстати, я в день выборов и за день до этого был в селе рядом с Аргеевского района, рядом с Приднестровьем. И да, там все говорили о том, что вот на том берегу есть этот подвоз. И даже говорили про определенные деньги. То есть, как бы, ну это, во-первых, нужно доказать. Но даже если это доказывать, все-таки я бы, как политолог, занимающий Приднестровским конфликтом, я бы попросил бы всех, даже тех, которые проигрывают выборы, все-таки эту тему, Приднестровского электората, относиться к ней максимально осторожным. Потому что здесь, даже если существует нарушение, даже при коррупции, даже при существовании электоральной коррупции, тот факт, что Приднестровский электорат голосует в наших выборах, является, с моей точки зрения, чисто положительным. Его нужно, наоборот, поощрять, даже при помощи, я себе позволю это сказать, даже при помощи коррупции. Потому что нам тот электорат нужен. И нам нужен и электорат диаспоры. Ведь никто не говорит, что давайте исключим, хотя можно поднять эту тему, зачем, кто такие диаспоры, платят ли они налоги и так далее. Но здесь я особенно требователен по отношению к Приднестровью. Любой избиратель Приднестровья, который проголосовал на наши выборы, это наш гражданин, которого мы выиграли, который мы получили, и это является положительным элементом. Вы знаете, я вот заметила один момент. Ведь когда берут аргументы стороны, то ведь, как правило, выпячивают то, что выгодно им. Вот смотрите, вы очень переживали за то, как голосуют на Западе. И Майя Санду вышла с возмущением. И справедливо, я скажу сразу, да, она справедливо возмущалась по поводу того, что происходило в Великобритании, что закончились бюллетени. Но вы понимаете, как, сторонники Додона тоже ответили. Они сказали, уважаемая госпожа Санду, вы видите, что происходит в Москве? То же самое. Секундочку. Я позволю себе закончить. Вы не говорите об этом ни слова. Госпожа Санда, может быть, вы не говорите об этом потому, что, когда вы были министром, и впервые возникла проблема голосования в Москве, ведь впервые в Москве брали штурмом, вы совершенно спокойно на это реагировали. Вы ни слова не сказали. То есть то, что в Москве люди не могут голосовать, вы шли по спискам ЛДПМ, это было именно тогда. Вы молчите, вам не выгодно. А вот теперь Лондон, и вам выгодно. Разве не так это выглядит? Не совсем так. Поиздайте. Я, по крайней мере, не могу говорить за то, что сказал госпожа Санду. Я вчера говорил и сегодня говорю, любое ограничение права выбора, это, на мой взгляд, незаконно. И именно после того, как то, что мы его брали штурмом, количество участков увеличилось. То, что их восемь, это мало. На мой взгляд, нужно увеличивать, и это следующий шаг, который нужно было сделать. И этот шаг нужно было делать и протестовать против того, чтобы... А почему вот вы не делали по поводу Москвы? Вот почему платформа этим не занималась? Секундочку. Мы, когда в наших требованиях были, у нас было увеличение избирательных участков везде в диаспоре. Я такого, кстати, не видел у Игоря Николаевича. Дважды обращались. Ну, обращались, но протестов я не видел. Опять же, у нас, Людмила, я еще раз говорю, для меня... Никакой разницы для меня не существует в списках избирателей в Москве, в Италии, во Франции, в Англии. Вы знаете, я даже сейчас могу сказать вам, что я конкретно вам, может быть, и могу поверить, но я абсолютно не верю Майя Санду. Но вы избиратели верите. И это разные моменты. Потому что, как я же вам говорю, человек, когда имел возможность об этом говорить, он не сказал. Так? Господин Чуря, что вы думаете по этому поводу? Вот эта избирательность, почему она присутствует? Потому что конкретно кандидаты знают, кто за кого будет голосовать. Давайте скажем честно. Да. Да? Да. Ну, я, честно говоря, это спор между победителями и проигравшими. Потому что, понятно, под оплеку все понимают, что те, которые голосовали на Западе, они поддерживают в основном Санду. Ну, и те, которые на Востоке. Да. Вот где собака, как говорится, порылась. Да. Но тут мы должны дойти до принципов. Общий принцип. Да, до принципов. И вот тут мне ситуация не совсем понятна. Но представители промолекс говорили, что когда устанавливались правила игры по избирательным участкам за рубежом, ни одна из политических партий, ни один из представителей кандидатов не оспаривали этот момент. Оспаривание пошло только после первого тура. Я предоставлю вам слово. Не смотрите на меня очень круглыми глазами. Так, пожалуйста. Я имею в виду в ЦИК. Так высказаться, да. Но юридически правильно оформить. Вот представители промолекса это сегодня говорили. Не было прямой контестации или оспаривания вот этого момента в ЦИКе. А уже после первого тура уже менять правила игры нельзя. Потому что согласно правилам количество участков за рубежом, которые были установлены в первом туре, не могут быть изменены во втором. И тут уже юридически трудно что-то поставить. Господин Шиповалов, я конечно с такими подходами... Оспаривали, не оспаривали социалисты? Оспаривали. Я помню цифру 159. Да, 159 участков социалисты сделали специальный запрос в МИД, сделали запрос в правительство и в ЦИК. Какое количество дождались ответа от МИДа, причем эти данные были подтверждены российской стороной. Подсчитали, что должно быть 159 избирательных участков в Российской Федерации вместо 8. Но опять-таки решение принимало правительство, и правительство увеличило количество участков в Российской Федерации всего аж на 3. С 5, те, что были в 2014 году на парламентских выборах, до 8 на президентских выборах. Потом было повторное... Почему социалисты? Не требуют ни отставки правительства сейчас. Потом было повторное обращение. Ну это вы, наверное, вопрос социалистам, я не социалист. Но вы так хорошо все объяснили. Ну так я все-таки стараюсь быть объективным, в отличие от вас. А господин Суздоров говорит, он в случае чего говорит, я не Майя Санду. Ну вы ответите за социалисты. Нет, но потом было повторное... Я отвечаю за все действия, которые на нас командировали. Вы знаете, я это очень ценю, господин Суздоров. Но здесь есть один вопрос. Слушайте, ну в конце концов, Майя Санду ничего не говорила. Вы, кстати, тоже ничего не видел, я в ваших заявлениях. Других партий, демократов, Лупу. Я не видел, чтобы кто-то возмущался, то, что в Российской Федерации, где 700 тысяч наших граждан работает, всего открыто 8 участков. Я ни одного не видел возмутившегося с той стороны. Их это вполне устраивало, потому что они прекрасно понимают, посмотрите результаты на российских участках. Везде практически 90% проголосовало за Игоря Николаевича Додона. Вот чего бояться. Вы посмотрите, Людмила, вот где потенциальный резерв, который специально у нас глушится. 700 тысяч, это потенциальные избиратели левого фланга. 250 тысяч, это Приднестрово, это практически получается миллион избирателей. Выведен у нас из избирательной борьбы и в 2014 году на парламентских выборах, и сейчас на президентских выборах. Это целенаправленная политика правительства, целенаправленная политика тех людей, которые уходят у власти, которые издеваются от наших граждан. Это завершается в этой кампании. Значит, Плохотнюк сыграл на стороне Санду, получается, если не позволят участкам. Да, но это я, нет, но это говорилось всю кампанию. А я могу цифрами доказать, что действительно Плохотнюк сыграл на стороне Санду. А я телевидением могу доказать. Да, на телевидении нет. 15%, которые давал Санду за неделю до выборов фонд Кондрада Адинаура, 15%, которые давал Американский и Республиканский институт те же самые партии Майя Санду, и вдруг она в первом туре получает 36%. Я хочу... Чьи голоса она получила? Игоря Дадона? Нет. А сейчас чьи голоса она получила? Я сейчас... Демократов? Да демократов все... Конечно, демократов. Конечно, все племары демократов работают. Конечно, и либерал демократов, и либерал демократов, сколько вы там? И ваши голоса, якобы... Наши голоса, вопросов нету. Я вам спокойно могу объяснить, откуда берут эти цифры. Давайте, я хочу сейчас спросить... Мы сейчас спорим, Игорь Николаевич Дадон был тоже во многих правительствах. Мы сейчас спорим... Не помните? А до 2009 года не помните? А тогда Плохотнюка не было, да? Нормально. Он появился после 2009 года. Не было Плохотнюка тогда. И Кодру приватизировал его двойник. А вы сейчас должны напомнить, что господин Слуцарь сам говорил, что Майя Санду в телефонном разговоре, что Майя Санду делает игру Плохотнюку. Это я к чему сейчас говорю, что... Это я к чему сейчас вас... Секундочку. Это я к тому говорю, чтобы вы успокоились оба. И мы не будем это обсуждать, потому что я сейчас... Я понимаю, что вы сейчас будете говорить только об этом. И каждый будет приводить свои аргументы. Поэтому все. Господин Слуцарь, кто виноват в том, что так вот ситуация с голосованием в диаспоре была практически провалена? Я настаиваю на такой формулировке. Я лично имею на это мнение. Можете со мной спорить. Майя Санду было. Потребовала отставки главу МИДа. Потребовала отставки главы ЦИКа. И, значит, с полным основанием утверждает, что это было сделано злонамеренно. Господин Чувряк, кто должен за это ответить? Я не могу высказаться по этому поводу. Сказать определенно, чья вина. Мое мнение как политолога, если хотите, что невозможно выполнить вот это требование закона и те же права дать людям, которые голосуют в диаспоре, как тем, которые голосуют в Молдове. Понятно, что человек, который живет в Молдове, ему легче проголосовать, чем человек, который живет в Австралии. Ну, и это я даю крайние случаи. Или в Новой Зеландии. В Европе всегда будут определенные территориальные, в первую очередь, сложности для людей, для того, чтобы голосовать, финансовые сложности для правительства, чтобы выполнить свои обязательства. То есть тут нужно находить золотую середину, в которой не будут полностью обеспечены наши диапазиты. Это невозможно для того, чтобы проголосовали. Полностью можно обеспечить электронным голосованием. В принципе. Если мы когда-то вот дойдем до такой процедуры, когда человек через e-mail сможет направить свой голос, тогда да. Но тут возникают другие проблемы. Я поэтому и не хочу сейчас вдаваться в эти подробности. То есть у вас, в принципе, четкого ответа на... Я понимаю недовольство тех людей, которые не смогли проголосовать. Но чисто технически я понимаю сложности правительства. Ведь закон не был нарушен. Ну и появляется еще третий коварный вопрос, который стоит им заниматься, социологам, философам. А в принципе, что означает голос и голосование диаспора? Это люди все-таки, которые полноценные граждане Молдовы или неполноценные граждане Молдовы? Они платят налоги. Ведь отношения государства... Вы думаете, что вы сейчас говорите, господин Чирик? А что я говорю? Вы хорошо подумали, что это? Это американский подход. Гражданин, это человек, который платит... Кто выдавил этих людей из страны? А, вот это другое дело. Так нет, это важный вопрос. Эти люди уехали от хорошей жизни. Это минифор. Эти люди перечисляют 22% ВВП сюда. Я очень хорошо думаю. И поддерживают еще на плаву эту страну. Значит, люди, которые уехали по разным причинам из страны, и государство должно постараться им обеспечить право голосования. Но я не признаю, когда эти люди начинают всех критиковать, и когда их голосование. И мне, скажем, я ожидаю какого-то ответа от социологов и от спросов, когда они считают Молдову законченным, то есть не законченным, а государством, которое должно исчезнуть с лица земли. И вот они себе это позволяют говорить. И в интернете, и в фейсбуке, и повсюду. И они голосуют не для того, чтобы построить государство. Я очень хорошо думаю, что я говорю. А для того, чтобы очень часто его разрушить. Поэтому мы должны еще дать оценку этому голосованию и за рубежа, и на западе, и на востоке. Мы должны понять этих людей, какие месседжи они хотят передавать нашим политикам, нам, гражданам. Ведь посмотрите, что получается. Иногда может так случиться, что мы, люди, которые живем в Молдове, исход выборов для нас, людей, которые живут в Молдове, будет решаться там, за рубежом, людьми, которые в Молдову никогда не хотят вернуться. А мы привыкли, господинчур, у нас пригороды решают. Вот в Кишиневе такая ситуация. Кишинева избирает колоницу, а президента избирает. Видите, какая интересная, замечательная логика. За 10 лет, а последние 7 лет в особенности, это государство, которое захвачено одной группировкой, близость к которому имеет господинчур, выдавило из страны более миллиона граждан, 75%. Хорошо, есть люди, которые уехали просто так. Господинчур, а кого вы лично выдавили? Признавайтесь прямо сейчас. Господин, я понимаю, что говорит господин Сусарь. Да, но закончите, да. 75% из этих людей происхождение сельское. Эти люди точно не уехали, потому что им так хочется уехать, так они хотят мир повидать. То, что как и где они работают, в Москве, в Италии, во Франции, не дай бог никому, семьи разрушены, 160 тысяч детей без одного родителя, более 40 тысяч без обоих родителей. И мы говорим, мы вот можем говорить такое. Я вас уверяю, что если здесь будет нормально построенное государство, не все, конечно, многие там уже начинают обживаться, но две трети людей вернутся назад. Я поняла, в чем дело. Вы говорите как политик. А господин Сусарь может себе позволить как политолог, как социолог. Я говорю как человек, который едет через село и видит, что в село сейчас происходит. Политик, если он хочет быть хорошим политиком, он всегда будет о своем электорате говорить хорошо. Нет, но Майя Санду особенно трепетно относится к диаспоре. Это правда, согласитесь. Диаспора, она разная. Разная, но она особенно... Московская, это тоже диаспора. Да, но она особенная. И там люди живут не лучше, чем в Италии. Я не спорю, я просто говорю, что она особое внимание уделила диаспоре. В Италии 25. Теперь вы заговорили... Это не потребовало вставки правительства из-за этого. Центральная избирательная комиссия вчера сказала, что госпожа Руссу сказала, что мы передали всю информацию заранее, давно в правительство. Правительство знало все наши подходы. Правительство не приняло меры. Значит, кто у нас виноват? Господин Слуцарь, требуйте в эфире. Я не против. Я за. Я за двумя руками. Теперь договорились. Вот так, пусть так, пусть так, по поводу этого эфира завтра журналисты и напишут. Господин Слуцарь потребовал отставки правительства. Все правда. Вы апеллировали к данным промо-лекс. Вы начали этот разговор, вы стали говорить, что они зафиксировали множество нарушений. Да? Было такое в своем ответе. Вы справедливо говорите о промо-лекс, потому что это единственный параллельный подсчет голосов. И вот этот параллельный подсчет голосов, он дает результат Майя Санду ниже. И промо-лекс заподозрить в симпатиях к Игорю Дадону очень сложно. Вот господин Чуре не даст соврать. Я думаю, они нейтральны. Да, то есть они, как бы их, по крайней мере, никогда не связывали. Вот смотрите, если центральная избирательная комиссия Игорю Дадону дает 52,18, то промо-лекс чудненько дает 55,5%. Больше, больше. Это серьезно. Результаты из диаспоры последние 2-3% пришли, когда промо-лекс уже завершил этот подсчет. А Майя Санду, центральная избирательная комиссия, дает 47,82%. Она не дает, это результаты протоколы. А промо-лекс дает 44,5%. Я вот сейчас, когда эти данные получала, читала о них, нигде не было этой сноски по поводу диаспоры. То, о чем вы сейчас говорите. Но, в принципе, эти результаты, они как бы в плане признания, непризнания, они тоже могут быть или не могут быть для вас аргументами. Промо-лекс не могла проанализировать, откуда взялись. Промо-лекс имеет информацию о том, что по 100 проднестровских рублей платили тем, кого завозили из Приднестровья. Промо-лекс зафиксировала, что 3 с чем-то раз выросла явка. Промо-лекс зафиксировала все, что не проголосовала диаспора. Но промо-лекс не может эти голоса считать и не считать. Она также считала те голоса, которые были. Вот если бы они сказали этот соговор, была бы другая ситуация. Но пока я вот зачитала то, что есть. Хорошо. Я хочу поговорить о тех людях, которые, возможно, сейчас в эти минуты еще некоторые есть на площади. Мы тоже начали это обсуждать. Это очень важный момент, потому что все следили, что будет. Господин Слусарь, вот вопрос принципиальный. Скажите, пожалуйста, вы хотите абстрагироваться, отстраниться от этих людей, которые вырезали дырки на молдавских флагах, которые позволяли себе некие непотребства. Вот скажите, пожалуйста, это вы хотите от этих людей отмежеваться, либо вы хотите сказать, что это ваши сторонники? Вот сейчас четко скажите. Ну, я могу четко сказать, что эти люди явно голосовали не за Игоря Додона. Однако, давайте мы посмотрим, откуда появилась эта проблема. Я бы здесь очень хотел бы, чтобы мы поняли. Знать, это люди, которые вышли, их можно связать с Майя Санду, либо Майя Санду должна сказать, нет, это унионисты, я к ним отношения не имею. Подождите, а унионисты голосовали за Майя Санду? Вы пытаетесь так это сделать? Вы слышали призыв Майя Санду? Вы слышали призыв платформы достоинства и правды на какие-то митинги, протесты? Это была спонтанная реакция? Нет, я вам отвечу, но на акции протеста у Центральной избирательной комиссии был замечен Василий Настаса и Валентин Долганюк. Что вы там делали? Василий Настасик прошел буквально 5 минут для того, чтобы поговорить с людьми. Я вам еще раз говорю, вы можете верить, вы можете не верить. Это ваше право. Давайте мы немножко посмотрим, почему произошло это, что еще подогрело. Я видел, что очень много было лицеев, я видел, что очень много было студентов. Сегодня в социальных сетях господин Додон, после того, как он вчера очень красиво сказал про то, что он будет президентом для всех, что он будет стараться консолидировать общество. В социальных сетях появилось его сообщение о том, что одним из трех приоритетов будет указ о том, чтобы заменить историю румын на интегрированную историю. Давайте мы дождемся, когда господин Додон, по крайней мере, вступит в должность. Подождите, мы хотим консолидировать общество. Нет, мы хотим, господин Слуцарь, не сбивайте меня, пожалуйста. Я знаю, что вы не унионист. Я не унионист. Я сторонник, более того, я сторонник интегрированной истории Молдовы, да простят меня и униониста. Скажите мне, это сейчас приоритет номер один в стране? На фоне миллиарда, на фоне бедности. Это сейчас объединяет общество? Вы знаете, господин Слуцарь, я могу сказать, что если бы мы сейчас собрали людей в этой студии и поговорили о приоритетах, то даже то, о чем вы говорите, их не сильно интересует. Вы думаете, нищета, бедность и коррупция не будут интересовать этих людей? Я как раз об этом же и говорю. Я про что говорю? А я сейчас хочу понять, вот эти люди, которые вышли с этими флагами, это вы отстраняетесь от этих людей? Вы с ними не имеете ничего общего? Либо вы все-таки говорите, что да, вот эти молодые люди, вы как-то к ним относитесь? Мы относимся к ним, как к людям, которые вышли на спонтанные протесты. Мы эти протесты не организовываем, мы на эти протесты не призываем. Более того, я там вижу определенные провокационные действия. Мне это очень напоминает действия господина Плохотнюка. Вы готовы осудить действия этих людей, которые сейчас находятся на площади, вот это сделали с флагами и встречали такие лозунги? Я готов осудить то, что они вышли под румынским флагом. Во, спасибо. Господин Чуряк, у вас какое впечатление? Ну, я... Как вот эти люди, понимаете, все пытаются понять, да, вот за кого они вышли? Они же выкрикивали, что у них Майя Санду президент. Да? Да. Ну, вы знаете, люди имеют право выходить. Я тоже не особый сторонник унионизма, но явно, что они, эти люди, не представители тех политических формирований, которые продвигали Майя Санду. Это мне пока что очевидно, потому что они не шли под флагом Молдовы с вырезанным символом. С гербом. С гербом. Поэтому пока что приравнивать Майю Санду и ее команду с этими протестующими нельзя. То есть это, возможно, какая-то спонтанная, спонтанный протест, отдельная группировка, которая пытается вот так обострить ситуацию. Теперь, конечно же... Она могла бы на пресс-конференции отречься от них, сказать, призвать к чему-то, понимаете? Но этой реакции ведь нет. Почему? И так тоже, наверное, нельзя ставить вопрос, потому что это ее сторонники. Отрекаться от сторонников тоже чисто электорально неприлично. Я думаю, что пока что у команды, которые... Вот Майя Санду идет сейчас обдумывание ситуации, как поступить, потому что ситуация сложная и рискованная. Она рискованная как для властей, так и для Майя Санду и для этих протестующих. Поэтому здесь момент обдумывания. И я согласен, кстати, с этим, что не нужно спешить и как-то их поддерживать или, наоборот, отмежеваться. Нужно принять политическое решение. Причем, что такое Майя Санду? Майя Санду – это, хорошо, человек, но ее поддержала группа людей, даже партии. Это разношерстная команда, где, кстати, есть, наверное, и унионисты. Есть, конечно. Поэтому тут, конечно, нужен определенный процесс дискуссий, переговоров. И я надеюсь, что этот процесс идет. Я вполне убежден в том, что это целенаправленная попытка дестабилизировать ситуацию после выборов. Со стороны сторонников Майя Санду, со стороны ее избирателей, те, которые за нее голосовали. Я надеюсь, вы не будете утверждать, что там сегодня были избиратели Игоря Дадонова. Нет, вы когда говорите целенаправленная попытка, это всегда как-то станет и организует это все. Александр, я вам задал конкретный вопрос. Вы, наверное, все-таки не думаете, что там были избиратели Игоря Дадонова? Нет, конечно. Под румынскими флагами, которые скверняли молдавские флаги. И с теми лозунгами, которые они кричали, наш президент, Майя Санду, мы требуем пересмотра, нам не нравится Игорь Дадон. Но это точно не избиратели Игоря Дадона. Значит, это было инспирировано совершенно другой стороной. Я не говорю, что это Майя Санду сделал, или я не говорю, что это сделал господин Слустер. Я говорю о том, что это кто-то специально сделал для того, чтобы использовать вот эту предвыборную ситуацию. Как это было в Грузии, как это было на Украине неоднократно, как это было во многих европейских странах устроить какой-то дебош, какого-то пацана зашибут, выйдет еще больше людей, начнут кричать, что выборы сфальсифицированы. Ну, вот он ответ на все эти вопросы. Поэтому я думаю, что со стороны властей надо просто спокойно относиться к тем процессам. Если только не сама власть это делает. Да, я думаю, что власти на сегодняшний день не нужна такая дестабилизация. Нет, 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 это важный момент. Есть много моментов, которые мне... Я знаю, что с 7 апреля рано или поздно, по крайней мере, это было на руку Плохотнику. Я знаю, что с 7 апреля участвовали многие представители, которые сейчас находятся на командных должностях в МВД. И некоторые моменты... Там сегодня вышло очень много искренних людей, которые были оскорблены вот этой идеей единой истории. И вот то, что это было тоже сделано господином Додоном сегодня почему-то, зачем-то. И вот то, что вышли люди, там есть много искренних. Но некоторые моменты меня там настораживают. Поэтому, видя, какие маневры совершает в последнее время господин Плохотнюк, Поэтому я и сказал, я очень большие подозрения имею, что здесь его рука. Людмила, сегодня власть в лице Канду и в лице председателя правительства... Да, конечно. А не официальная государственная власть в стране. А я других не знаю. Кто-то даже не знает. Премьер-министр страны и председатель парламента сегодня поздравили Игоря Додона. И они сказали, мы будем сотрудничать с новым избранным президентом. Нормально и цивилизованно. Здесь я как раз не сомневаюсь. Но в это же время вдруг кому-то не понравился какой-то пост господину Слуцарю или еще кому-то. Толпа в тысячу человек вышла, что-то не било стекла, организовано. Все это было спровоцировано. Нет, на 5 минут пришли некоторые люди. Под флагами других государств, да, случайно пришли товарищи из вашей же партии, там гуляли. В нашей партии там не было никого. Ну, я же вам назвала с милием. Василий Настасович, вообще не член нашей партии. Еще раз говорю, там было на 5 минут. Хорошо. И господин Долганюк тоже не член. Хорошо. Ну, мы этих людей знаем как представители платформы. И я думаю, с этим, по крайней мере, вы... Ну, вы знаете, это как Майю Санду спросили. Вы имели отношение к команде или к Пальску? Он сказал, нет. Менчуна. Вот не делайте так, пожалуйста. Потому что все знают правду. Я еще раз. Правду вы знаете. Потому что вы сели Анастасия Петровна. Я хочу задать вам сейчас. Ну, хорошо. Я не засекала время, боже упаси. Я не... Господин Шипова, дайте мне задать вопрос. Потому что он очень... Сейчас вот я осознаю, что он сложный. Но если это возможно, все-таки ответить на этот вопрос откровенно. Потому что вы не могли об этом не думать. Вот есть результат Майю Санду. Есть та кампания, которую она провела. Есть те дебаты, на которых она была представлена. Мы помним об этом. И все это у нас свежо в памяти. Вот сейчас, положа руку на сердце, вы жалеете о том, что вы не продвинули своего кандидата, Андрея Анастасия? Вы не считаете ли вы, что его результат мог бы быть выше, чем сегодня взяла Майя Санду? Возможно, мог бы быть выше. Но жалеть никогда не поздно, но всегда бесполезно. Это правда. Это правда. Это правда. Поэтому зачем об этом говорить? Вы предлагаете, его результат был бы выше? Да, я думаю, возможно, его бы результат был бы выше. А возможно, ниже? Нет. Я лично считаю, что был бы выше. Я никогда не скрывал, что нам решение это далось тяжело. Но это гипотетически. Это гадание на кофейной гуще. Проверить это невозможно. У вас ответа такого четкого нет? А это гипотетический ответ. Какой смысл отвечать на этот вопрос? Я могу сказать, что я предположу, что был бы выше. А вот мы сейчас спросим господина Чуря. Господин Чуря, гипотетически был бы лучший результат. Я вспомнила одну песню, знаете, гипотетически. Хорошая есть такая песня, да. Я потом вам расскажу, кто ее поет. Ну, вы знаете, ввиду того, что в самом деле это не проверишь, тут уже ответ зависит от симпатии. Что тебе больше нравится, Санду или Настасу? Неправда. Ну, сложно анализировать. Неправда. Понимаете? Не в симпатиях, а в анализе личности. Нет. Тут не так, потому что я уверен, что очень многие люди, которые голосовали на этот раз за Майю Санду, они на самом деле не являются ее сторонниками. Им Санду глубоко не симпатично. Но они голосовали за принцип, они голосовали за вот ту идею, которую продвигала вся эта команда. То же самое случилось бы и с Настасой. Многие люди, которым Настаса не нравится, пошли бы голосовали за него, потому что они солидарны скорее с идеей, а не с личностью. Поэтому тут, скажем так... Извините, я вам не гипотетически скажу вот эту личную точку. Хочу. Я считаю, что Настаси мог бы привлечь... Вот если мы можем посчитать уже математику, к сожалению, все голоса Усатова ушли Игору Додону. Я считаю, что Настасе часть этих голосов мог бы взять. И его результат был бы выше, чем у Майсена. Но опять же, это мы говорим. Спасибо. Они вместе мерзли в палатках. А Майя Санду маникюр красила в это время. Ну, не знаю. Я не видел, чтобы она маникюр красила. Будет же она ходить без маникюра. Я не могу даже представить себе такого. Ну, это из оперы господина Додона, который всю компанию про маникюры рассказывал, про то, что она не замужем, что у нее нет детей. Очень, кстати, некрасиво было. Ну, вы знаете, вообще компания была некрасивая. Вы знаете. Я бы сказала, что я слышала очень много и от Майя Санду некрасивого. Но на личности она не переходила. На личности они очень важны. Вы понимаете? Господин Чурескажет, я пойду. Для меня вот чистый момент, момент Филата с женой, с семьей. Когда он в избирательной компании продвигал свою семью и говорил о семейных ценностях. Потому разводится. Как не говорить о личном? Если политик вошел в политику, то его личные дела уже, извините, но они не личные. Они будут обсуждаться. Должны или не должны, неважно. Они будут обсуждаться. И к этому нужно привыкать. И это не грязь. Грязью было, если бы был какой-то порнофильм. Вот типа того, что мы смотрели. А такого же Плинтуса, я понимаю. А такого не было. Поэтому говорите о грязи не приходится. Я соглашусь, когда мы о таких вещах. Почему я задала этот вопрос? Потому что, понимаете как, люди на самом деле говорили, а стоила ли она неопытный политик? То есть она ставленница, говорили госдепа. Ну мало чего. Я сейчас, вот видите, господин Сусарь, я не утверждаю. Я акцентирую внимание ваше, чтобы вы сейчас не возмущались. То есть вот эти вот моменты. А господин Сусарь на самом деле, это несколько другой электорат. Это человек-боец. Это в конечном итоге мужская схватка была бы, знаете. А вот такая продавленная вот такая ситуация, знаете, с Майей Санду. Вот она, мне кажется, вы думаете об этом. И говорите наверняка у себя в партии. Разве нет? Ну мы это говорили тогда до принятия решения. И говорили так сильно, что даже вот нас ребята послушали. Но после того, как мы приняли решение, мы об этом практически не говорим. Мы, имея определенные сожаления, есть это вот. Конечно, это было для нас очень трудное решение. Хорошо. Знаете, мне достаточно искреннего вашего ответа, который вы сказали, что если бы был Андрей, то был бы результат выше. Мы исходили из интересов государства. Я считаю, что мы во многом добились этого. Для нас главное было, чтобы она не была человеком Плохотнюка. Я помню эфир, мы с господином Асталепом здесь полемизировали. И господин Асталеп сказал одну фразу, которую сейчас я вас попрошу прокомментировать. У нас уже мало времени остается, можно не очень долго. Господин Асталеп сказал так. На карьере Андрея Анастасия, помните, да, он сказал, что можно поставить кред. Потому что человек, который публично признался в том, что его рейтинг ниже, он возьмет меньше голосов, он уже лидером в нашем обществе, в таком, какой оно есть. Он лидером быть не может. Но я сейчас не Анастаса. Я хочу, чтобы мы взглянули на карьеру Майи Санду после этого проигрыша. Господин Чуря, как вы видите развитие ее карьеры? И как у нее будут теперь взаимоотношения с платформой «Да»? Да, политолог всегда смотрит в конфликтном ключе. Я считаю, что конфликт между платформой «Да» и «Пас» Майи Санду неизбежен. Если бы она победила, то это было бы другое дело. Сейчас же они неминуемо идут на столкновение с друг другом. Потому что кто-то должен победить, кто-то должен занять правый фланг. И поэтому это столкновение неизбежно. Уже каждый будет на стороне того, кто им более симпатичен. Но вот этот удар, который она все равно… Я понимаю, я сейчас говорю абсолютно не злорадство. Я осознаю, что человек, который старается, столько работает, приходит к такому результату. Это для нее он не окажется роковым? А Анастаса тоже в плохом положении, потому что он самолично себя извлек из избирательной кампании. Я думаю, они вступают в эту борьбу на равных условиях. И посмотрим, кто там победит. Потому что «Боливар» не выдержит двоих. Не вынесет двоих. Так, господин Шипова, ваш комментарий. И вам, конечно, предоставлю. Сто процентов согласен с точки зрения Корнильеву. Потому что Анастасия сам снял себя с выборов, сам устранился. Не будем обсуждать причины и все остальное. Майя сам ту задачу, которая на нее возлагалась, она не выполнила. Фактически у них жесткая конкуренция накануне или досрочных выборов, или очередных парламентских выборов, она неизбежна. Они будут бороться за этот электорат, который они в условиях этой короткой предвыборной президентской кампании, они его не поделили. И здесь есть еще один вопрос возникает. Мы говорили, начали наш разговор с того, что Санду как-то себя двояко ведет. Она не знает, как поступить. Вроде сделала какое-то заявление половинчатое, но говорит, что не было нарушений, но в то же время выборы не признает. Она не самостоятельный политик. Она не получила команду, откуда она их получает. А, кстати, не поздравил президента Соединенных Штатов. Подождем. О карьерах Майи Санду и господина Стаса. Я хочу сказать, что, во-первых, при всем том, что я представляю платформу Достоинства и Правды, как вы понимаете, у нас непростые отношения были с госпожой Санду. Но я хочу сказать, что в условиях полугодового медийного лельшажа, в условиях вот того административного ресурса, которое было, в условиях, когда Плохотнюк фактически помогал господину Додону, и он очень удобно вел предвыборную кампанию, вообще его медиахолдинг не трогал, тот результат, который есть у госпожи Санду, и мы посмотрим еще, что будет до решения Конституционного суда, это хороший результат. Я во многом здесь согласен с господином Чурей, что за второй тур мы очень хорошо мобилизовали электорат, не только, кстати, в Диаспоре, но и по многим районам. Поэтому дальше что будет? Никто не спорит, что это хороший результат. Дальше что будет? У нее есть партия, ее партия. Есть партия Достоинства и Правда, которая имеет свой электорат, свою специфику, свои сильные очень структуры в территории. Я не согласен с утверждением, что Боливар не выдержит двоих, потому что у нас на правом фланге, правоцентрисковый, и центриском, а мы, кстати, платформа Достоинства и Правда, мы занимаем центрискую, даже я бы сказал бы, вот сейчас мы смотрим на левоцентрискую момент, потому что в бедном молдавском государстве занимать правую позицию и вот этими доктринами играть, мне кажется, это очень неправильно. Я думаю, что там, где было место и либерал-демократам, и демократам, и либералам, вполне найдется место двум партиям, учитывая, что либералы это мертвец политический, либерал-демократы, наверное, их ждут очень тяжелые времена, и вряд ли скоро мы увидим, что будет с демократической партией, если только наручники наденут на Плохотнюка, мы тоже увидим, как посыпется быстро эта партия. Поэтому мне кажется, что этот вот электорат 48% здесь есть место для двух партий. Уже какая из этих партий будет конкурентоспособной, и будет ли там здоровая конкуренция, поживем-увидим. Хорошие слова для окончания, поживем-увидим, потому что то, чем мы сейчас с вами занимались, это, конечно, наш анализ, наши прогнозы, наше предвидение. Лучше всего на все вопросы, как всегда, отвечает время. Нам осталось ждать, наверное, совсем недолго, но единственное, что хотелось бы, чтобы мы из этой компании хоть немножечко с достоинством вышли. Знаете, очень мечтаю о тех временах, когда вот у нас один кандидат на самом деле будет звонить другому и поздравлять. Вот тогда я скажу, господин Слуцарь, что идеи евроинтеграции захлестнули наши умы, черт возьми. Вам спасибо. Приходите к нам еще. Веседую с вами одно удовольствие, честное слово. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»!